Доброе утро! С вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня перевернутую пиццу. Итак, в качестве начинки я буду использовать пепперони, а также бекон и овощи. Первым делом я возьму колбаску и отправлю ее немножечко обжариваться. Пока колбаска будет подрумяниваться, я еще подготовлю ветчину и добавлю сюда же на сковородку. Ветчину или бекон мелко порежьте и обжарьте также пару минут. В начинку я также добавлю красный лук, его порежу полукольцами, его также стоит обжарить. Отправляю на другую сковородку также обжариваться несколько минут и к нему же я добавлю еще и перец. Перец нарезаю кольцами. Как только вы понимаете, что колбаска начинает подрумяниваться, хорошо шкварчать на сковородке, можно ее убирать в форму для запекания. Таким образом мы начинаем формировать нашу пиццу. И так как она перевернутая, сначала раскладываем начинку. Пока бекончик еще пару минут пусть обжарится, параллельно следим за луком. И, как я уже говорила, к нему же выкладываем кольца перца. Даю перцу с луком потомиться несколько минут на сковородке. Что же главное в пицце, конечно же, это сыр. Я буду использовать несколько видов сыра. Сначала разложу желтый чеддер. К нему я добавлю нежную моцареллу. И еще добавлю натертый сыр. Сюда можно добавить немножко парнезана. После того, как вы собрали полностью пиццу, точнее начинку, осталось подготовить нам основу. Итак, я буду использовать сдобное тесто. Мы его раскатываем. Итак, поверхность немножко присыпьте мукой. И раскатываем небольшой кусочек теста. Ну, а теперь мы закрываем нашу начинку тестом. Хорошо его углубляем внутрь. Можно даже немножечко подвернуть. И теперь нам остается только смазать верх оливковым маслом и запечь. Пицца будет находиться в духовке минут 20 и запекаться при температуре 180 градусов. Наша перевернутая пицца сначала была похожа на закрытый пирог. Но как только немножечко она остыла, ее смело можно перевернуть и дальше наслаждаться. Приятного аппетита!